мое знакомство с этой чудесной ягодой черной малиной произошло несколько лет назад сын от соседей принес маленький кустик который я посадила но надо сказать что я сразу ему отвела не очень такое хорошее место под забором поближе к соседям от соседей я уже знала немного ее колючести поэтому посадила на том участке где у меня не было никаких грядок и она прекрасно здесь освоилась она уже разрослась и посмотрите какой урожай из на верхних и вид снизу я вам покажу ягодок много и вот этот черный цвет свидетельствует о том что ягода созрела она сначала бледненькая бледно-розовая потом краснеет ну а потом чернеет и небольшой сизоватый налет появляется ягода созрела начинаю сбор урожая для этого у меня приспособлена пластиковая емкость даже не помню от чего по моему от термоса проволочка резинка от всем известного предмета туалета но пока работает пока служит наверное последний год а потом выброшу и обратите внимание какие следы остаются на руках это свидетельствует о том что в этой ягоде есть антоцианы вот это красящее вещество она очень полезны и она выводит радионуклеиды из организма она повышает устойчивость к раковым заболеваниям замедляет процессы старения помогает зрению и в этой ягоде в общем она является чуть более калорийным продуктом чем красная малина но это для тех кто а все взвешивает и все оценит а для остальных я скажу что главное преимущество черной малины это большое содержание железо превосходит все 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 другие ягоды там есть и медь и марганец но антоцианы я вам уже сказала антиоксиданты и там не только всеми нами любимый витамин c но и витамины группы b и pp и а и е и йод и цинк и бор и калий с кальцием и фтор и кобальт и фосфор и селен и натрий в общем еще и клетчатка же там и сахара и дубильные вещества ну в общем кладись и плохой холестерин уменьшает и понижает давление и повышает гемоглобин улучшает нашу кожу и зрение и стенки сосудов в общем но при всем при том она очень колючая при всей ее пользе видите вот эти колючки и это не просто какие-то там малозначительные шипики и это полноценные колючки и эти колючки и вот на самой веточке с ягодами и они тоже цепляются то есть когда я начинаю этот сбор надо на голову что-то надеть потому что и волосы будет это вцепляться на руки я не одеваю специально не надеваю не надеваю специально ничего потому что за перчатки только еще больше будут цепляться ягоды и так и какие же ягоды кто где видел что собирают в перчатках ее молодые побеги тоже густо усеяны и эти шипы они действительно цепляются и они даже немного загнуты то есть я когда зацеплюсь то не вперед иду чтобы стараться освободиться а даже наоборот сдаю сначала назад чтобы слезть с этого крючка а потом уже продолжаю путь побеги вымахивают довольно на приличную высоту здесь ну я им дело в том что я то не даю им далеко лезть а я их обрезаю и даже потом когда вот будут молодые расти я их отгинаю в другую сторону их можно так закрепить а те отплодоносившие как и у обычной малины надо вырезать вот главный ее минус что это колючесть остальное все только в плюсах но и в минусах то что не давать вырастать очень длинным побегом и не давать касаться им земли иначе они прирастут в том месте где вы не хотите и будет новая у вас малина и таким образом она может все все заполонить ее еще порой называют шагающие малиной вот а все остальное только плюсы можно замораживать варить варенье но она немного суховато я ее смешиваю с обычной малиной компот вообще среди зимы чудесный с удовольствием отвечу на ваши вопросы если они будут ну а так решать конечно вам у меня растет до свидания